добрый день добрый вечер может быть доброе утро друзья наш youtube канал в несколько необычном режиме сегодня мы готовим интервью разговор с данилом кранером всемирно буквально не фигурально известным джазистом и очень интересным творческим человеком а сейчас я просто в этом вечереющем пространстве очень поэтическом где и цветаева и многие другие выдающиеся актеры люди жили и творили хочу просто сказать о том что мы вас приглашаем на эту встречу я не знаю как она получится все импровизировано снимаем как всегда мы то есть вот студенты профессора уже совсем взрослые аспиранты но не более того что получится то получится не судите строго через несколько минут мы начинаем наши и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 а можно развивать, творить. Нет, можно все, что угодно. Причем надо понимать, что вы имеете в виду под словом «разрушать». Скажем, хор из Набука в Эрди, который превратился в гимн национально-освободительного движения, гимн гарибальдийцев в Италии, разрушал австрийское владычество в Италии и разрушал сурово, потому что именно с этой музыкой под нее шли в атаку гарибальдийцы, шли в атаку итальянцы на смерть. Значит, он одновременно разрушал, но он созидал новое итальянское государство. Это делала музыка. Во время французской революции один из генералов, которому конвент собирался посылать подкрепление, потому что роялисты наседали, он написал им, вы бы мне лучше еще одну Марсельезу сочинили. Действительно, влияние искусства, оно, во-первых, абсолютно, во-вторых, многогранно. Одно и то же искусство может одновременно, как и деяния человеческие. Когда, ну, предположим, врач вылечил убийцу. Он созидал или разрушал? Это хорошие вопросы, но мы сейчас, пожалуй, вы меня спровоцируете на тему критериев прогресса. Я сейчас говорю о том, что музыка способна на все то, на что способен человек. И она это все делает. Музыка способна на все то, на что способно человеческое общество. И она все это делает. Музыка разрушительна, музыка созидательна. Музыка лечит, музыка убивает. Это началось с самого начала, когда, подбадривая себя, воины в каменном веке сначала просто кричали, но потом эти крики превратились в боевые кличи, а эти боевые кличи потребовали определенного ритма. Они потребовали определенной мелодизации. Это трансформировалось, скажем, уже в эллинистические времена, в то, что перед строем тяжело вооруженных гоплетов шли кефаристы и флейтисты в одних хитонах, без доспехов, и играли. И они шли на верную смерть. Это были храбрейшие люди. Считалось, правда, позором их убивать, их старались обходить. Но, понимаете, когда лучники выпускали стрелы, они же тут уж как повезет. И, кстати, в те самые эллинистические времена афинские воины не могли считаться воинами, если просто владели хорошо копьем, мечом, щитом, были атлетически сложены, могли носить доспехи, они обязаны были уметь сочинять стихи и играть на кефаре. Почему? Это как раз и была причина, почему в свое время, если не ошибаюсь, Фемистокл, когда персы, превосходившие там в десятки раз, осаждали греческие города и подходили к афинам, и тогда Фемистокл сказал, что лучшая защита не стены, а воины, готовые встать насмерть. За что? И тут вступает в действие культура. Наука снабдила этих воинов оружием. Физика снабдила их телом и возможностями. А культура говорит им, в какую сторону это оружие повернуть, и драться ли им, и как драться, и сколько драться, и стоять ли насмерть. Предать, не предать. Вот что делает культура. Она делает... Что? И музыка в том числе, может быть, и в первую очередь. Ну что, в первую я не берусь. Для многих это чисто индивидуально. Кому-то важна поэзия, их ободряют словами. Но не даром в той же эллинистической Греции, а позже время, так ценилось ораторское искусство, которое превратилось в культуру. И уже Цицерон со своим ораторским искусством напрямую влиял на всю политику Древнего Рима. И как влиял? Это только часть. Противовое. Да. Все правители очень быстро это поняли. Недаром же во все времена никаким царям, никаким королям не хватало же никогда денег на армию, на любовниц, на дворцы, на флот. Не хватало, не бывает такого государства, у которого на все это реально хватает денег. Каждый раз на что-то очень похоже добавлю я в рамках нашего канала. Да. Это всеобщая ситуация во все времена. И французский король, у которого была чудовищная война, в одно и то же время приглашал Леонардо да Винчи и платил ему 20 дукатов за картину. Сумасшедшие деньги по тем временам. Отряд можно нанять. И вот мы приходим сейчас к тому, насколько разнообразно действует искусство. Или назовем это не искусством, а музыка. Потому что музыка может быть искусством, а может им не быть. Шоу-бизнес себя искусством не называет. И это правда. Я бы здесь поставил восклицательный знак для всех тех, кто нас будет смотреть. Шоу-бизнес сам себя назвал искусством делать деньги на шоу. И это совершенно другое. И вот какова роль искусства. В одной из своих передач на ОТР я как раз говорил о той чуме, которая сейчас уже признана, а тогда еще не была. Но вы же знаете, что далеко не всегда те, кто там, слушают тех, кто пониже. Я бы сказал, как правило, не слушают. Ну ладно, это уже мои... И иногда зря. Дело в том, что те, кто чувствовал опасность, а мы ее чувствуем давно, мы уже тогда говорили о безумно страшном влиянии тюремной субкультуры, которая как чума распространяется в России. И это характерный пример того, как она превратила теперь уже десятки тысяч детей на Дальнем Востоке и в потенциальных, и в реальных преступников, которые вместо созидания страны будут ее разрушать. Я говорю о так называемом движении АУЕ, арестантский уклад ЕДИН. Не слышали? К счастью, видимо, для себя нет. Можете почитать. Кто-то слышал, не знаю, да. Но даже название говорит о многом. У них несколько расшифровок этого АУЕ, и все, в общем, об одном. Эти дети, а они еще дети, они выросли на вот этой тюремной субкультуре, романтизированы, с детства выросли. Папа с мамой тоже это слушают. И вот как музыка влияет. Теперь, что эти десятки тысяч детей дадут экономике? Дадут ли они экономике страны прибыль? Будут ли они драться за страну? Ничтожный процент, который, повзрослев, опомнится, и которому возраст и жизненный опыт даст возможность переменить свой менталитет, да, но это ничтожный процент. Может быть, 1%, может быть, 5%. А 90%, 95% нет. Это готовое разрушение бюджета, это готовая нагрузка на экономику, это готовая нагрузка на полицию. И откуда мы можем говорить о законности, как мы можем говорить о уменьшении криминала, как мы можем говорить о наркотиках, как мы можем говорить об алкоголе. На мой взгляд, на мой взгляд, все это прыщи на коже. А причина подкожная это культура. Вернее, не сама культура. Я не раз говорил, что первооснова находится на 4 столпах. Это культура, образование и их сочетание. Не сами они по себе, а их сочетание, правильное, гармоничное сочетание. И четвертый столб – вера. Причем, любая. Я считаю, убежденный атеизм тоже верой. Почему? Потому что любая вера дает стержень. Вот это буду делать, вот это делать не буду. и в сочетании с культурой, образованием и их сочетанием, это вот 4 столпа, которые определяют всю физическую жизнь нации. Какова будет наука, какова будет армия, какова будет экономика, что будет. Это действует не сразу. Культура, она как капельки на столоктит. Она действует столетиями, но действует неотвратимо. Иногда действует быстро, как та же Марсельеза, как культура итальянской революции, как культура песен русской революции 1905-1917 годов. Посмотрите, сколько музыки тогда родилось и под эту музыку ходили умирать. Посмотрите, какую роль сыграла культура в Великой Отечественной войне. Под эту музыку ходили умирать. Под эту музыку умирали. Смотрите, на секунду вас перебью. Пожалуйста, есть несколько моментов, которые я хотел бы заострить, наверное. Да, пожалуйста. Вы, может быть, отреагируете на это критически или нет. Первый и самый главный. Действительно, культура, которая создает цели и смыслы человеческой деятельности, жизни, поведения, отношений, это важнейшая составляющая и она действительно людей делит иногда сильнее, чем любые другие параметры. Не иногда, а всегда. Я не соглашусь, почему всегда. Ну, есть немало примеров, когда классическая музыка была чем-то очень близким, душевным и так далее для людей. Когда мы говорим культура, мы говорим о целом комплексе. Я с вами согласен, я в данном случае парирую скорее для зрителей, которые могут сказать, а вот были нацистские палачи, которые любили Гайдена или Бетховена. И что? Вот. Я именно про это. А вот если мы понимаем под культурой целостность человеческого видения, смысла, целей и так далее, вот тут встает очень интересный вопрос. А в чем этот смысл? В чем эта цель? Что ты считаешь, извините за такое, может быть, слишком простое выражение добром, а что ты считаешь злом? Сейчас в постмодернизме принято считать, что нет критерия добра, нет критерия зла, нет критерия красоты, нет критерия безобразия. Каждый по-своему трактует тексты, по форме контекстов, подвергает все деконструкции и дальше начинается бредятин, на мой взгляд. На эту тему написаны большие трактаты и не самые глупые иногда. Вот мне кажется, и даже я в этом убежден, вот не верю, а убежден, исходя из практик общественных, что люди могут для себя погружать в культуру, в искусство, в образование, действительно, в их единстве, в науку, которая дает знания. Потому что, ну сказать, что я верю, что 2 плюс 2, 4, несколько глупо, да? Скорее, все-таки знаю, что 2 плюс 2, 4, или 1 плюс 1, это 2. Но, вот когда ты в это погружен, ты начинаешь видеть линию развития, вот красную линию истории, откуда и куда. Ты можешь взять на себя смелость, будучи художником или ученым, или просто гражданином, сказать, вот рабство это зло, а его преодоление это добро. Можно приведет много примеров, много... Не все рабы, не все рабы хотели свободы. А это, в данном случае, не важно. Не важно, что хотел раб, важно, что рабство, как уклад, как общественная практика, как культура рабства, это зло, а освобождение от рабства, это добро. Вот здесь, вы согласитесь или нет? Понимаете, я хочу вас немножко вывести. Вы, по сути дела, вот сейчас только что сказали, что тюремный шансон, в кавычках, я ненавижу, когда французский шансон... Сам ненавижу. Поэтому я называю его просто тюремной субкультурой. Вот боксин, в общем, вот это оно. Фактически, вы сказали, это зло. И без всяких оговорок. Давайте это нравится. Давайте я приведу вам пример, который... Вот вы согласны с тем, что может человек, художник, джазмен, композитор, мыслитель, вот сказать, да, нет? Да, я понял. Пока еще не было съемки, мы с вами чуть-чуть поговорили, я вам привел пример змеиного яда. Да. Я его тоже, кстати, очень люблю, но давайте ваш вариант, а потом мой. Яд сам по себе, змеиный, он не убивает и не лечит. Это зависит от меры его использования. В большом количестве этот яд убьет, в малом количестве он вылечит. Так он злой или добро? Зависит от способа и качества его применения. А также зависит от того, кто с какой целью применяет. И тогда все обретает конкретные черты. Абсолютно то же самое с культурой, в том числе и с тюремной. Когда-то в небольшом количестве внутри культуры Советского Союза это была некая изюминка. Дух свободы внутри достаточно закомплексованной культуры, строго регламентируемой цензурными рамками. В те годы. И мы воспринимали тогда вот этот крошечный кусочек тюремной субкультуры по-другому. И он действовал по-другому. Он был как глоток из другого мира. И мы не воспринимали его как романтизацию тюрьмы. Мы не воспринимали... Мы не воспринимали... Может быть, сами люди, отсидевшие в тюрьме, воспринимали по-другому. Я тоже его воспринимал по-другому. Но это так, реплика на полях. Тем не менее, его было так мало, что он не мог служить орудием убийства. Да. Соглашусь. Наверное. Но изменились времена. Что изменилось кардинально? Что является сейчас, на мой взгляд, главным разрушителем? Монетизация. Монетизация жизни привела к тому, что все подчинено спросу. Днил, вот это очень важная тема. Я на секунду поставлю многоточие, и мы ее поставим в качестве второго большого блока. Ладно? Идет? Просто она напрямую связана с вашим вопросом. Но, вот, прежде, у меня провокационный вопрос-просьба. Вы сказали, что вы отреагируете на нее, как захотите. Вот, все-таки, можно продемонстрировать, как-то у нас здесь пианино, а не рояль, что-то, что, на ваш взгляд, ну, в больших количествах приведет к ЗУ, а что-то, что даже в больших количествах приведет к добру вот, в музыкальном пространстве. Или это совершенно бредовая идея Бузгалена? Дело не в бредовости или в целесообразности идеи. Как я уже говорил, музыка сама по себе ничего не делает. Делает контекст ее применения, количество. вот смотрите. Ну, никуда мы ни от этого, ни от спроса не уйдем. Первый канал увидел, что это приносит деньги и приносит рейтинг. Слово, которое я ненавижу. И тут же сделал передачу три аккорда. Даже не задумываясь о разрушительности. Почему разрушить? А что в таком в этих трех аккордах? А вот у Моцарта три аккорда. Пожалуйста. По-моему, вы все-таки поддались на мою право. Ну вот. Второй аккорд. Третий. Возвращение к первому. Ко второму. И первому. Всего три аккорда. Три тональности. Как просто. Ничего нету. То же самое мы найдем и в попсе. Два аккорда. Третий. Возвращение ко второму. Три аккорда. Чем отличается от Моцарта? Да ничем. Какая разница? Ничего. А это что такое? Один аккорд. Вообще один. А теперь будет второй. Третий. То же самое. Пожалуй, три аккорда. А теперь опять будет два других. Возвращение к тем же двум, только в другую. и те же самые. Ой, мне даже дека упала от возмущения. Это мой инструмент. Как видите, я вам просто показываю. Дело не в самих аккордах. Паланеза Гинского построен по тому же принципу. Второй аккорд. Первый. Третий. Принцип. Один и тот же. Простейший принцип. Как яд. Вопрос. Как использовать? С какой целью использовать? Чем наполнить этот яд? Какими ингредиентами? И кому дать? Понимаете, таблетка, вот такая таблетка, которую вы дадите человеку в 100 килограмм веса, и точно такая же таблетка, которую вы дадите человеку в 5 килограмм веса. Они подействуют по-разному. Даниил, вот так все хорошо, и, наверное, с вами вот здесь все согласятся, а потом начнется то, где с вами не согласятся. Вот когда вы начнете рассказывать, где три аккорда разрушают, а где три аккорда созидают, они сами не разрушают и не созидают. Это делают не они. Я сказал, не они, а где. Это делает где, сколько, как и кто. Вот давайте разбираться. Как раз будет монетизация, я бы сказал так, вот позволь себе маленькое отступление, да, профессора, который занимается экономикой. Особенно на вопрос, сколько у вас сразу включилось. Вот, нет, вы знаете, я неправильный экономист, меня когда-то еще только защитившим кандидатскую диссертацию, то ли, а может и аспирантам, попросили написать книжку об экономике популярную, и назвали ее «Давайте посчитаем». Я сказал, экономика – это не про считаем, это не про подсчет. экономика – это про отношения людей, которые друг с другом взаимодействуют в очень разных сферах, когда им надо производить, потреблять и думать, как это сделать. Это можно сделать при помощи войны, убивая друг друга, это можно сделать при помощи торговли, где рядом с тобой сидит конкурент, и мы деремся за чашку чая, да, можно сделать при помощи совместного труда и солидарности, как вот в джазовом коллективе, да еще к тому же с импровизацией и, может быть, без дирижера, да, к любимой примерной супруге. Что такое коммунизм? Это джаз. Джаз-бенд. Каждый играет свое, и всем вместе хорошо. Какое превратное представление о джазовом бенде. Ну вот, во всяком случае, нам это видится так. Коммунизм тоже, наверное, с джаз-бендом видится, не так, как нам, да? Честно говоря, мне он никак не видится. Я историю марксизма еще в институте не любил. Давайте так, вы попали в чудовищное общество, да? Я как раз вот из этих, кого вы любите. Извините, но говорю правду. Я вам тоже в ответ потом скажу правду. Мы чуть-чуть поговорим о зле маркетизации, коммерциализации и финансиализации, ну, можно еще монетизации назвать. В общем, когда рынок начинает господствовать над культурой и над человеком. над человеком. Мы стали говорить о том, что культура и человек, вот сейчас уточним все-таки кто, становится рабом рынка, рабом капитала и в результате человек играет то, что приносит деньги, человек идет слушать то, что сказали в рекламе крупной корпорации музыкальной или продюсерской, что это модно и что это нужно слушать, чтобы быть в тренде. Какой-то музыкант, может быть, так себе, играющий под фонограмму или поющий под фонограмму оказался в тренде, а кто-то в тренде не оказался, хотя он блестящий исполнитель или может быть даже не только исполнитель. Вот это все подчиняется в конечном итоге к тому, чтобы из миллиона сделать два миллиона желательно долларов, а лучше из миллиарда сделать еще побольше миллиардов. Возникает очень много того, что на языке философии называется знаком без значения, симулякром. Вот знак есть, а значения никакого нет. Симуляк. Не я придумал, это Бодрияр придумал и его коллеги. Симуляк становится тем, что производит рынок. И вот, к сожалению, даже произведение искусства, исполнение, концерты, диалог того, кто в зале, того, кто слушает, может быть, даже и не в зале слушает, превращается вот в это производство и потребление симулякров, а не в диалог художника и того, кто расцветает, у кого происходит вот это развитие личности, от того, что он принимает все-таки если яд, то как лекарство, а может быть, и не яд, а прекрасный напиток. Хотя, наверное, если слишком много злоупотребить, то тоже будет яд. Это вопрос о диалектике, которую тут вот так, что представил Даниил. Так вот, подчиняясь рынку, конъюнктуре, рынка, накоплению капитала, а тем более финансовым операциям, на мой взгляд, культура разрушается. Разрушается человеческая личность, разрушается искусство, как творение, я не знаю, я в данном случае говорю скорее как тот, кто его воспринимает, даже не как философ. Она не разрушается скорее, она приобретает черты сервисности. Вы знаете, вот когда творчество приобретает черты сервисности, работающие на рыночный заказ, она или оно творчество начинает вырождаться. Не обязательно. Опять же, смотрите, с сервисными заказами всю свою жизнь проработали такие люди, как Иосиф Гайден, которого на современном языке можно назвать ресторанным лавухом. Да, суровым. Тем не менее, человек, который писал для кушающих гостей князя Эстергази, и писал для них симфонии, дивертисменты, писал просто сопровождение к большим праздникам, обедам, балам, и для этого Иосиф Гайден посвятил, если не половину, больше, наверное, половины своего творчества таким образом. возникло. Но это делал и Моцарт, это делал и Бетховен, это делал и Россини, это делали многие. Сам по себе, опять же, заказ ничего не решает. Когда изменяется менталитет в силу монетизации, я все-таки монетизацию ставлю на первое место, как изначальную причину. Я не спорю. Недаром Христос выгнал торговцев из храма. Ох, недаром. Аплодирую. Он знал, что делал. И Библия знала, о чем писала в этот момент, потому что торговцы в храме ничего опаснее я бы не придумал. Они опаснее войны. Они меняют менталитет человечества, не нации. Мало кто всерьез относился к словам Миши Задорного о том, что мы перестали жить в мире чести и живем в мире торгашей. А ведь он тоже знал, о чем говорил. Итак, поэтому собственно я монетизацию и ставлю на первое место. Сам по себе заказ это благо. Я только что по заказу написал балет. И у меня в декабре премьера в Красноярске. Я получил заказ. И что думаете я ради денег работал? Деньги для меня важны. Я без них жить не могу. Я хлеб не куплю, я рубашку не куплю, я к вам сюда не приеду, мне не на чем будет. Значит, я без денег не могу. Здесь очень хрупкая стенка. И вот эта хрупкая стенка, тем не менее, делит мир на противоположные половины. У меня пока что нет определения критерия в этой стенке. Я только над ними сейчас думаю. Но эта стенка есть. Она делит людей на тех, для кого деньги на первом месте. И они работают в искусстве, потому что хотят денег, славы, девушек, мальчиков, машины и вообще. И для них их статус определяется их гонораром. И для тех, у кого искусство на первом месте, деньги это, они хотят их достаточно, но готовы не зарабатывать миллиарды, потому что им достаточно просто достойно жить. Вы закончили? Я не хочу перебивать. Почти. Слушаю. Это хрупкая стенка, ее не всегда определишь. Более того, она становится еще более хрупкой из-за того, что по эту сторону стенки очень часто находятся очень талантливые музыканты, и это не только музыканты, и это не обязательно попса, это может быть что угодно. И по эту сторону стенки может находиться не только классика фольклора и джаз, но по эту сторону стенки находились Битлз, по эту сторону стенки находились многие талантливые люди из попсы, которые тем не менее вели себя и работали так, что это стало искусством, такие как Эдит Пиаф или Мерей Матье. Хрупкая стенка, как ее определить, где что? Мало того, есть люди, которые в процессе своей жизни меняли одну сторону на другую. Это хрупкая стенка. Но она возникла. она всегда в принципе была, всегда были люди, как вы сказали, которые сейчас знамениты, потом их никто не помнит. Такое было во времена Моцарта. Моцарт ведь был третиразрядным музыкантом в свое время, он был третиразрядным концертмайстером при дворе его императорского величества. И его... Как он там назывался в Зальцбурге священник. Да, совершенно верно. Но его влияние не могло быть сравнимо с влиянием Сальери, с влиянием Клементи, с влиянием Чеморозы. Все эти люди, которых сейчас знают только специалисты, кстати, очень достойные, это как поэты пушкинской поры, достойнейшие музыканты, но они несравнимы с музыкой Моцарта, как и поэты пушкинской поры с Пушкиным. К чему это я? К тому, что монетизация сыграла самую страшную роль. Она заставила людей поставить спрос на первое место. Опять же, ничто не бывает однозначным. Спрос на революционную музыку родил победу в нескольких революциях. В итальянской, во французской, в русской революции. Спрос. Но! Опять я на секундочку вернусь с вашего разрешения в эллинистический период. У греков невероятно ценилась мера. Не только... Вы прям сняли с моего языка вопрос, который... Но это начало всех начал. Более того, они настолько придавали этому великое значение, что у них был термин, обозначавший меру самой меры. Даже мера должна применяться в меру. И вот то страшное, что родил Голливуд, при том, что у него есть шедевры, но, знаете, можем ли мы сравнить миллионы убитых с десятками вылеченных. Хороший пример. Это то, чем является Голливуд. Да, параллель очень точный. И вот эти миллионы убитых, это конвейеризация искусства. Я не могу сейчас сразу сказать, была ли она порождением монетизации, или конвейеризация искусства породила монетизацию. Мне сейчас это сказать трудно. Хотя я думаю, что уже тогда в Америке, которую назвали уже тогда Желтым Дьяволом, значит, страной Желтого Дьявола и городом Желтого Дьявола, все-таки монетизация стояла на первом месте. Но это не точно. Это точно. Хорошо. Будем считать, что в этом мы согласились. Политэконом говорит да. Окей. Но я не политэконом, я человек искусства. Тем не менее, просто зная историю, разговаривая со своими коллегами из разных стран, в том числе из Соединенных Штатов. И вот эта конвейеризация, которая распространилась по всему миру, она породила страшную вещь. Мы разговариваем с вами на языке, причем на этом языке у нас есть штампы, которые рождены просто грамматикой языка. Но мы не пользуемся этими штампами для зарабатывания денег. Мы просто разговариваем на этом языке. Хотя у нас есть правило, что идет подлежащее, сказуемое, вот так надо ставить запятую. Мы уже привыкли, мы говорим целыми словесными комплексами. Что же было сделано? Вот с этими тремя аккордами то, что мы сегодня называем попсой, не сразу, шаг за шагом, вычленяло из классического фольклорного, а потом и джазового искусства наиболее эффектные штампы, наиболее эффективно действующие гармонические последовательности, вычисляло наиболее эффективно и эффектно действующие тембры. Так пришли к инфразвуку, к использующемуся в нынешних ночных клубах, так пришли к этим вот трем аккордам, потому что они наиболее просто воспринимаются. Не в них дело, а в том, в каком контексте для простоты восприятия конвейеризация порождение монетизации начало их использовать. Вот в чем причина. И таким образом родились музыкальные, а потом и киношные, а потом и всякие другие штампы, комплексы, конвейер. как у нас в Советском Союзе дома начали клепать и получились города уроды. Так начали клепать один за одним, похожие друг на друга, как две капли воды. Сначала песни, потом клипы. И вот тогда это превратилось в яд. Но яд сладкий, как наркотик. Почему? Это очень условно, то, что я скажу сейчас. Но вот представьте себе человеческую душу, которая заполняет предположим корпус вашего тела. Есть часть души, которая находится вот здесь, и до нее достать легко, ротик открыл, и вот она уже теперь прям торчит, верхушечка этой души. А есть вот сюда достать очень тяжело. Почему даже в русском языке есть такое выражение достать до печенок. Это прям усилий требует, чтобы достать до печенок. Почему? Печенка там. Инстинктивно поняли, что есть разные уровни ассоциативных рядов. Назовем это разными уровнями душевного восприятия. И вот эти три аккорда, и вот эти простенькие мелодии, опять же, которые у Моцарта шли от народных мелодий, но он их так подавал, что они превращались в нечто совершенно непредставимое. Да, божественное. И совершенно по-другому подает их тюремный шансон, и совершенно по-другому подает их попса. Простенькая попса, которая использует эти штампы, вот как стеклышки в калейдоскопе. И я даже иногда сравниваю это, знаете, с куском мяса или с сосиской, которая одна, единственная, но ее надо продать. И что нужно сделать? Нужно сделать 10 кетчупов и 25 упаковок, и еще рекламу, значит, что каждая упаковка придает вкус этой сосиске совершенно другой, а без этого кетчупа вам вообще не прожить. Про рекламу я сейчас отдельно скажу, что это такое. И тогда эта сосиска начинает продаваться. Но люди не замечают. Почему не замечают? Тут мы приходим с вами к образованию. А как заметить, если ты не знаешь, что замечать? Тебя этому не научили. А если у тебя еще изначально примитивное культурное образование, то у тебя нет того, что называется ментальным счетом. Не умение самостоятельно мыслить. Самостоятельное мышление дается сочетанием знаний и культуры. Почему же тогда мы сразу начинаем понимать, в какой связи у нас идет повсеместно по всей планете примитивизация образования. Примитивизация неоднозначная. С одной стороны создается золотой пул ученых, которые должны работать на военных технологиях, на космических технологиях, которые должны делать конкурентоспособное государство, для чего победить всех, победить один, как там, всех убью, один останусь. Окей. С другой стороны, если таких людей будет много, это неуправляемое государство. Таких людей нужно немного. Поэтому начинается уже довольно давно, на мой взгляд, уже больше 50 лет, начинается процесс разделения примитивизации большей части образования и создания вот этого я не... Как называются эти люди, я забываю все время это слово, которые думают, что всемирный заговор. Забываю это слово. Да, я тоже забыл, но я понимаю, о чем вы говорите. Так вот, я не он, я не они. Я не говорю о всемирном заговоре, я говорю об объективном процессе. Я потом прокомментирую, ладно? Хорошо, к чему я это говорю? К тому, что культура без образования не получается и не получается сопротивляться. И тогда происходит процесс, когда вот эти три аккорда, я сохраняю логическую мысль, я не растекашуся мыслью под реву, нет? И тогда вот эти три аккорда, поскольку у человека нет сопротивления, его душа не воспитана до более глубоких ассоциативных рядов, а это не сразу происходит, это требует, откуда, собственно, происходит термин душевные усилия? Это непростой термин. И вот эти три аккорда, они начинают действовать только на верхние ассоциативные ряды. Вы ученый, что происходит с любым органом человека, который не используется? Отмирает. Ес! Он отмирает. Думаете, душа чем-нибудь отличается от наших остальных органов? Нет, я думаю, что она отличается, но она тоже отмирает. Она отмирает. И тогда нечему удивляться, когда я прочитал, как 14-летний мальчик убивает свою бабушку, а на вопрос почему-то это сделал, говорит, а чего она? Во-первых, он даже сформулировать мысль не может, следовательно, мы видим уровень его образования и его культуры. Во-вторых, уровень его культуры и образования не дал ему понимания о ценности человеческой жизни, и он не знает, что такое любовь. О какой борьбе с криминалом, с наркотиками, с пьянством, с мошенничеством, с взяточницей, с коррупцией, о какой борьбе мы можем говорить без культурной подложки? Культурная подложка лежит в основе физической жизни нации, в самой ее глубинной основе. И пока государство это не поймет, оно будет иметь проблемы, которые не решатся. Они не могут быть решены. Нил, вы абсолютно правы. Я вас не перебиваю? Нет, прошу. Да. Я грешным делом почти ожидал, что я услышу лекцию по марксистской политэкономии, и я ее услышал. Я сейчас вам объясню, почему это лекция по марксистской Но я не марксист. Я знаю. И более того, вы его боитесь, и правильно боитесь, потому что есть что-то такое, что, к сожалению, много вреда принесло, но много и такого, что принесло не только вред. Понимаете, вы очень точно сформулировали. Проблема в том, что есть хомоэкономикус, человек экономический, который хочет денег и хочет как можно меньше работать. Вот это аксиома, идущая от Адама Смита, который воспроизвел Маркс и все остальные учебники. Кто такой рациональный человек? Хочу побольше денег, хочу поменьше работать. И чтобы мне за это ничего не было. Ну, естественно, да. И есть человек творческий, который живет в другом пространстве. Для него труд – это радость, а деньги – это средства, которые, ну, не то чтобы надо минимизировать, но и максимизировать не нужно. Вот обеспечили то, что нам нужно, кофе, чай и какие-то возможности. Это счастье. Это счастье. Вот дальше работает мера. Вы сказали, вот эта грань, она действительно очень жесткая, но она мерная. Вот как лед тает, 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 и вдруг вода. Сначала лед с проталинами, потом вода с лединами. Ну, качественный скачок есть. Вот так и здесь. Вот есть человек, который все-таки, несмотря ни на что, остается творческим человеком, он творит, а деньги для него средства. Есть человек, который, конечно, талантлив и так далее, но он работает на деньги. Понимаете, если бы вы писали балет, исходя из того, что вам продиктовали, для того, чтобы его продать как можно большему количеству, независимо ни от чего, это одно. Когда вы пишете балет, за который он заплатит какой-то разумный гонорар, это совершенно другое. Когда человек пишет, потому что он понимает правильная идея вот этой революции. Я ради нее сам готов, ну, хорошо, на баррикады я не пойду, но я напишу музыку. Ну, как Шостакович написал симфонию, величайшую. Вот. И здесь дело не в заказе, вы абсолютно правы. Дело в том, какие общественные отношения детерминируют человека. Если это детерминирует, подчиняет себе рынок и накопление денег, монетизация, вот это, как вы сказали, да, то тогда творец постепенно убивает сам себя, подчиняясь деньгам. Может быть, не сразу, может быть, медленно, но убивает. Знаете, я на секунду вас прерву. Я почему-то вспомнил, именно вспомнив Пушкина, я вспомнил кусочек из маленьких трагедий, где импровизатор сначала улетает в небеса, а потом спрашивает, а пять золотых за билет, это как? Это нормально? Вот она, пушкинская двойственность. Ну, Александр Сергеевич, ну, понимаете, вот я сейчас процитирую свою супругу, Людмилу Булавку, она у меня тоже профессор, она очень хорошо написала, что, говорит, эпоха Пушкина, когда, да, рынок присутствовал вокруг культуры, но это была ситуация, когда надо было, и можно было сказать, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. А сейчас продается вдохновение, причем он даже не продается, оно априори, как бы предназначено для продажи. Да, оно предназначено для продажи, да, вот это то, Но не у всех, слава Богу, пока еще не у всех. И вот это очень жесткий конфликт, на самом деле, и он, вы абсолютно правы, затем вырастает в общественное столкновение то, что называется элитарной и коммерческой моделью образования, вы его блестяще только что описали, у меня есть докторант Наталья Яковлева, она сейчас защищает диссертацию про коммерциализацию, маркетизацию и так далее, образование, и превращение его вот в эту элитарную ерунду, да, и есть образование для всех через всю жизнь, когда качественное, реальное образование дается каждому человеку, если ты из бедной семьи, тебе еще помогают его получить. Извините, я чуть-чуть на прозу жизни, да, перешел, потому что все то, что вы говорили, это про нашу сегодняшнюю жизнь, про наши сегодняшние отношения, про наши проблемы, в чем везде, в США. Видите, удар нанесен, удар по нашей жизни, который мало кто замечает, нанесен страшный. Этот удар называется превращение детского музыкального образования в дополнительное обладное. Вот это то, о чем я хотел вас спросить, и вы опять прочитали мои мысли. Отлично. Но это само по себе, это просто выходит из всех ваших слов. Да, да, да. Это не надо быть ни семи, ни девяти, ни пяти, ни одной пяди во лбу, чтобы это все... Пяди... Хорошо, мы потом пяди, за другую комплименты. Померим, померим пяди. Померим, пяди. Но, на мой взгляд, удар очень точно нанесен. Знаете, я в нескольких интервью назвал происходящее диверсией. Потому что я не сомневаюсь в том, что удар нанесен сознательно. К сожалению. Многие могут со мной не согласиться, но удар нанесен и превращением театров, превращением концертных залов в самоокупаемые предприятия, какая часть искусства, черт возьми, может быть самоокупаемой? Попса. Она может быть даже еще и способом делать большие... Эстрадизация классики? Да. Какая часть... Что должно быть с искусством, чтобы оно всегда было самоокупаемым? Или это должен быть Верди во времена итальянской революции, когда каждая нота поднимала толпы народу? Знаете, вот это не самоокупаемость, это общественная отдача, потому что, когда ты творишь великое... Ну, я не знаю, когда совершенно далекие героики вроде бы Свиридов, пишут время вперед, и эта музыка передает всю эту эпоху, где не ради денег по-разному... Я сейчас немножко не об этом. Я о том, что, если бы Министерство культуры ввело во времена Баха вот эту самоокупаемость, ну и где бы был Бах? Он же сложный. На него же не ходили, как на Куперена. Кстати, Бах же выиграл у Куперена. Насколько я помню, в Любике он выиграл у Куперена соревнования. А Куперен был... Он талантливейший музыкант, и он был суперзвездой, придворным, французским клавесинистом и композитором. Но он проиграл Баху. И что? И Бах бедняк, дравшийся за каждый пфенинг, а Куперен в славе и богатстве. Деницетти, реформатор всей мировой оперы, умерший полусумасшедшим, буквально под забором, нищим. К сожалению, но тогда это не было целенаправленным ударом. Это просто... Это проза жизни. И это были скорее исключения, потому что все равно, смотрите, при каждом дворе каждого герцога, при каждом помещике, при каждом... Там при каждой церкви были свои органисты, музыканты, концертмайстеры и так далее, и так далее. И европейское искусство тех времен оно развивалось неслыханными, бурнейшими темпами. Революция, оперная революция Глюка вызвала чуть ли не европейскую войну. Настолько искусство было важно. И все забывают одну... Нет, не все. Кому надо, тут не забывают. Одну очень важную вещь. Россия относится к числу тех государств, которые мы называем культурно-ориентированными. Это означает, что в нашей стране мнение известного деятеля культуры значимо. хорошо это или плохо? Опять как с ядом. Плохо, когда политики в электоральную горячку вовлекают музыкантов, как раз тут играет монетизация. И музыканту что ему важно? Он что, понимает что-то в политике? Много он знает про этого человека? Много он знает про внутренние политические, финансовые махинации этой партии, этого политика? Каким олигархом он служит или не служит? Против кого? Заков? Что музыкант должен, певец, должен знать вот эти все невероятные хитросплетения, когда на поверхности даже не вот такая, не вот такусенькая верхушка этого айсберга, на поверхности один миллиметр этого айсберга, а 25 километров этого айсберга прячутся под океаном? И музыкант идет и играет и культурно ориентированная страна приводит к тому, так было при мне в Красноярске, когда были выборы генерала Лебедя, судьба занесла меня в тот момент туда, и я видел, как это происходит с Аленом Делоном, я видел, как это происходит, я был в ужасе, я был в ужасе. Так хорошо это или плохо культурно ориентированная страна? Мы приходим теперь к контролю. Контроль сам по себе ничто, цензура сама по себе ничто. Значит, с ней может быть очень плохо или очень хорошо, и без нее может быть очень плохо или очень хорошо. Опять мы приходим к мире, мы все время приходим к культуре, приходим к понятию меры, приходим к тому, что воспитание вкуса, воспитание понимания процессов. Тут мы приходим еще и к истории, ведь на уроках истории все это не объясняют, дети этого не знают. Мы остановились на том, что мера это то, что определяет возможности и невозможность, я по-своему скажу, прогрессивность или регресс, зло или добро от цензуры и от контроля общества или каких-либо органов зачем? За искусство? За всем. За всем. За всем. И опять тот же вопрос, кто, ради чего и в какой мере, да? Это кардинальные вопросы. Вы знаете, человек, который не понимает, что суть не в предмете, что предмет это только повод. Причем любой предмет, предмет существенный или предмет умозрительный, предмет культуры, предмет науки. Вот вы вспоминали неких докторов Менгеля, которые любили Бетховена и проводили опыты над людьми. Предмет ничто. Способ использования это все. Качество использования, цель использования, мера использования. Хирург тоже может причинить боль. Цель использования. Он это делает для того, чтобы вылечить. Поэтому я иногда вспоминаю по-другому совершенно слово патриотизм. И я глубоко убежден, что патриот это не тот, кто кричит «Ура, моя страна!» Можно сколько угодно орать «Viv la France», «Make America great again», «Да здравствует Россия» и «Бонзай». Можно сколько угодно все это орать, от этого стране не легче. Легче только в том смысле, что вы накачиваете массы людей фактически бессмысленным лозунгом, они не понимают, что за этим стоит, их реакция непредсказуема, они могут пойти и набить морду тем, кто не согласен с этим лозунгом. «Знаете, это на самом деле не легче, это очень опасно, если это бессмысленная накачка». Но так оно и происходит. В ряде случаев так. Мера использования, цель использования, качество использования. Вместо этого патриот просто в силу того, что у него есть культура, образование, их сочетание и его вера в свою страну, в своего Бога, если у него есть Бог. У меня есть. И если у него это есть, он ходит и видит, что можно сделать лучше. Или если он не в силах сделать, то хотя бы рассказать тем, кто принимает решение, если сам не в состоянии помочь. Я не в состоянии принимать решение за целую страну, но я не раз в интервью рассказывал о том, как я вижу изменения налоговой системы, чтобы культура не ходила с протянутой рукой. Я рассказывал о том, о чем мы сейчас беседуем, о том, какова культурная подложка, каково ее значение в экономике, в политике, в обороне, во всех областях жизни, в криминале, во всех областях жизни нации. Я не знаю, слышат меня, слышат нас, я не в курсе, но и не говорить не имею права, кто-то мне уже сказал, а вы уже об этом говорили, я усмехнулся, я буду говорить об этом сотню раз, две сотни раз. очень правильно. Карфаген должен быть разрушен. Совершенно верно, это вы уже из меня с языка сняли, Карфаген должен быть разрушен. Я не помню, кто из сенаторов каждую свою речь, Сципион заканчивал каждую речь, Карфаген должен быть разрушен. Я думаю, что мы с вами за час это не обсудим. Давайте вот, может быть, в качестве итога, у вас при всем том, что вы постоянно оговаривались про меру, про то, кто, как, для чего и так далее, то есть очень корректно вели свой разговор, монолог, но прозвучали какие-то тезисы, которые выглядят достаточно четко и однозначно. Вот это хорошо, а вот это плохо. Я попробую сформулировать, а вы скажете, прав я или не прав. Ладно? Значит, первое, все-таки есть граница между человеком, который творит в науке, в искусстве, педагог, потому что он не может не творить. Он пишет, потому что не может не писать, играет, потому что не может не играть, приходит к детям, потому что не может не прийти к детям. И деньги, успех, карьера для него средств. Есть те, для кого все наоборот. И безусловно, бывают разные исключения, комбинации и так далее, но в целом, как правило, первые прогрессивнее вторых. Это раз. Два. Образование, которое работает на элиту и отчуждает большинство, особенно тех, кто внизу, от возможности слушать музыку, понять литературу, включиться в музыку, быть человеком. Это зло. У нас нет официального отчуждения. Никто не запрещает людям без музыкального никакого даже образования ходить на классические концерты. Это как бы происходит само собой. Как бы. Но по поводу вашей первой ремарки, по поводу того, какова эта грань, я бы здесь вспомнил слово вранье. И я для себя, пока вы говорили, я эту грань немножечко сформулировал. Искусство от маркетингового шоу под видом искусства скорее всего отличается наличием или отсутствием душевного вранья. Человек, занимающийся искусством, искренне, он не может им не быть. Это его жизнь. Именно поэтому видимо деньги для него второе. Я льщу себя надеждой, что я отношусь к этому, к этой категории. Меня убеждает в этом то, что у меня частенько бывает, что когда я выхожу на сцену, на любую, большую, маленькую, клубную, гигантскую, я реально забываю все. Кроме музыки в этот момент ничего не существует. Если вы смотрели фильм «Последний самурай», там есть такая сцена, когда наш герой учится владеть японским мечом. Вот к нему подбегает японец говорит «Слишком много мыслей». Мысль о мече, мысль все смотрят, мысль о враге нельзя, нехорошо, слишком много мыслей, нужно только мысль о мече. Это та самая грань. Человек же, который стоит по другую сторону этой стены. Черт его знает, никогда не был по ту сторону стены, мне трудно судить, так что все мои слова сейчас будут всего лишь моим мнением, не более того. Но штука в том, что я не могу всерьез воспринимать очень часто даже тексты этих песен. Я не могу всерьез воспринимать что-нибудь про Джагу Джагу моих мармеладных и зараза не дала мне два раза. Что там еще у нас значит. И тогда я однажды я обнаружил сайт, по-моему он называется что-то типа читаем песни, там молодые актеры потрясающе читают тексты вот этих песен, делают из них как бы такие чтецкие эссе. Вот он читает значит все будет Джага Джага Мармеладный мой вот надо найти фантастический сайт я получил громадное удовольствие и вся бессмысленность вся синтетическая жвачка этих текстов вылазит наружу а я вам показал синтетику музыки точно точно так же были найдены тембры точно так же как вот эти аккорды которые Моцарт изобрел и что вы думаете в тюремном шансоне используются какие-то другие аккорды те же самые которые использовал Моцарт те самые трезвучия ничего сложнее там нет хорошо это или плохо у Моцарта хорошо почему у них плохо почему потому что они разрушают человеческую личность как о тут вопрос в технологии вопрос в количестве использования вы помните граф Монте Кристо книгу какой-нибудь из фильмов нет книгу вы помните как убивали как убивали как ее звали эту девушку которую потом значит граф Монте Кристо усыпил чтобы спасти ее жизнь ее убивали медленно по капельке ядом чтобы никто не заметил чтобы она умерла как будто своей смертью это именно то как действуют вот эти три аккорда не моцартовские по капельке долго иногда в течение нескольких поколений как это происходит сейчас с конвейеризированным искусством когда один за другим клип за клипом убивают психику убивают атрофируют все глубинные части души и воспринимаются только верхние и раздаются люди empty souls lazy souls пустые души ленивые души плюс то о чем я еще не говорил и это очень важный плюс реклама мало кто подозревает о ее роли и я думаю что и создатели рекламы они не сильно задумываются что они делают опять возвращаемся к библии не ведают бог что творят но разве от этого легче насколько я помню в юриспруденции существует правило что незнание закона не освобождает так вот незнание того что делает реклама на мой взгляд не освобождает от ответственности за результат ее воздействия теперь давайте представим себе вот значит на всех наших каналах ценятся те фильмы где можно побольше вставить рекламы и значит у нас как делается там 7 или 8 минут фильм потом 7 или 8 минут реклама реклама 10 минут фильм 10 минут реклама какое воздействие при этом происходит ну во-первых уже не первый не десятый не тысячный раз мне жалуются когда я делаю мастер-классы что дети не способны сосредоточиться больше чем на несколько минут у них клиповое мышление у них рекламная как бы это у них рекламная опухоль мозга мозговая реклама такая но это только часть воздействия это воздействие на мозг на умение сосредотачиваться а второе воздействие не менее страшное воздействие на душу и так режиссер создал фильм в этом фильме он сделал трагическую сцену все в этом фильме подводило к этой в этот момент должна сработать ваша душа вы должны посочувствовать порадоваться улыбнуться загрустить вы должны что-то почувствовать бац реклама и и ваша душа только-только она начала открывать вот эти свои клапаны пониже их так взяли и закрыли и что и опять только верхние ассоциативные ряды и мы имеем протоплазму которая не знает что она протоплазма почему протоплазма ведь этот человек делает все что делает все остальные он ходит на работу он любит свою жену он любит своих детей он зарабатывает деньги он по-своему это любит да по-своему ну окей значит он думает что любит а как иначе ты любишь когда ты думаешь что ты любишь примерно любит так же как кетчуп или правильно неважно он любит но почему тогда такое количество разводов их же чуть ли не 60-70 процентов так это была любовь или это где или куда это где и куда да и как эти люди себе представляли взаимное общение кто их учил взаимному общению я живу со своей женой уже 39-й год вы не поверите мне тоже мы научились мы что думаете легко что думаете мы не ссорились что думаете у нас не было там желания все между нами все порвато и тропинка затоптата и мы разошлись как в море корабли было все но мы нашли в себе силу мы нашли в себе душевные душевные силы найтись поговорить договориться сойтись найти компромисс что как это происходит откуда происходит семья она что от закона происходит она происходит от культуры от образования и от того как твоя семья и твоя школа и твое окружение сделали тебя терпимым желающим договориться или агрессивным нежелающим откуда это идет пустая душа реклама мозговая опухоль три аккорда кто это воспитает или это воспитают полицейские или это воспитают политические деятели кто это сделает вот здесь мы поставим многоточие к сожалению я не берусь естественно делать какие-либо заключения хотя очень хочется в ответ тоже часа полтора а вы его просто задавайте но есть очень важные акценты которые сейчас прозвучали у меня и у тех кто знает что мы с вами встречаемся была огромная просьба попросить вас что-то сыграть но здесь не тот инструмент не тот разговор не та атмосфера все кто хочет приглашают к себе на концерт да и может быть если вы потом что-нибудь нам что не имеет копиера это подарить чуть-чуть послушать с собой не взял но подарю при нашей встрече как я в ней не сомневаюсь а сейчас самое главное у нас получился очень разноплановый но по-моему имеющий стержень даже не диалог а монолог с некоторыми моими попытками в него вклиниться и наверное я приношу извинения за то что я был чрезмерно активен с этими попытками очень очень точно вырисовывается все-таки стержень где есть человек творческий где есть то что делает культуру постребованной и живущей вот везде в человеке есть то что соединяет образование и искусство я бы добавил еще и общественные отношения в которых ты подчинен не тому что навязывает рекламу а каким-то другим смыслом и целем деятельности это уже из меня вылезает так сказать ученый и обществовед и есть музыка слушайте Данила Крамера спасибо потому что вот тогда вы будете жить всем собой я не знаю где эта душа живет здесь там везде наверное никто не знает да но человеческая культура живет во всем кстати само по себе существование души привело меня к вере ну здесь мы с вами когда-нибудь потом подискутируем для меня принципиально важно что есть душа которая звучит когда вы играете есть душа которая звучит когда мы читаем хорошую умную книгу есть душа которая рождается у меня и у студентов когда мы спорим о чем-то на семинаре вот эта душа живет а есть когда ее нету да есть то где ее нет и где ее даже убивают и уничтожают вот когда в момент вашего концерта кто-нибудь подлец и сволочь просто убийца вставит рекламу это будет убийца и это будет разрушение без всякой меры и без всякой двузначности однозначные преступления спасибо вам огромное не за что это был очень важный и очень нужный разговор надеюсь не последний уверен в этом но Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok